В тяжелой нет. Мы все привиты были, родственники у нас, и теща, и родители. Мы сами с женой. А в тяжелой такое не было, конечно. Расскажите, как вы относитесь к вакцинации? Крайне положительно. Она обязательно. И я удивлен, что в 21 веке люди до сих пор относятся к этому негативно, со всякими мыслями. Если мне на работе люди показывают, им по 50-60 лет, и они рассказывают, что где-то кто-то умер. Какие-то магнитица, рука и прочее. Но это серьезно, и это вызывает только крайнее разочарование. Умерших нет. Тяжело, ну как тяжело, средней тяжести переболели. У меня все переболели, все у меня. И сыновья, и невестки, и родители, все. Ну еще зимой, зимой, весной вот так. Нет, в нашем нет. В нашем управлении нет таких людей. А подскажите, а вы вакцинированы? Нет, не вакцинированы. А почему? Ну, как раз, знаете, стрёмно. Тут же слышно много разных негативных, наслышанных отзывов. Тяжело переносилось, да. Но без госпитализации. Но достаточно тяжелая, ну скажем так, тяжелая форма гриппа. Я бы так сравнил. Есть, конечно. Еще в том году. А подскажите, как они перенесли вот болезнь, какие были осложнения? Нам сильно не рассказывают. Потеря, ну, ощущения, я знаю. А так переболели, провакцинировались все, как бы у нас на работе. Расскажите, пожалуйста, в вашем окружении кто-то переболел ковидом в тяжелой форме? Нет. А подскажите, а вы вакцинированы? Да. А как вы считаете, каждый ли украинец должен вакцинироваться? Ну, тяжело. Я в больнице лежала. А кроме вас, в вашем окружении, возможно? А вокруг меня заболели полегче. А подскажите, а вы вакцинированы? Нет, потому что я переболела.